Мы еще не начали копаться к вопросу в трех тысяч стяжек, необходимых для автомобиля Kia Rio. Неизвестно, автомобиль Kia Rio. А вы на меня голосок не повышайте, пожалуйста, хорошо? Клиенты у нас не спрашивают, расчеты обычно потребители. Это что, секретная информатика? Это секретная коллегия? Вы не слышите меня? Звоните гилеру. Киа Моторс, знаем, сколько у них стоят услуги. Здравствуйте, вы позвонили в компанию Шувалова Моторс. Благодарю вас за вождение, кстати, не та линия специалистов. Kia Rio, там вообще пленки-то. Они, кстати, указывают, сколько пленки, потому что вторая накладная, она именно говорит о том, сколько потратили. Пленка тренировочная, видимо, 0,5%, название, количество 2 метра погонных. И клеили они 2 погонных метра 40 часов всю неделю, короче. Рабочая неделя прошла, чтобы они поклеили пленку. А потом, видимо, полторы недели приступили к обработке днища. 55 часов они днище обмазывали, а заявлено на днище всего лишь, сколько там, 5 литров вот этого раствора. Вот как-то так, антишум называется. Кстати, по стеклам, а есть же ГОСТ и по стеклам. Нельзя, когда пучок света, он же рассеивается, поэтому пленку на фары клеить тоже нельзя. Это запрещено даже получается. И по стеклам боковым то же самое, когда туда клеится пленка тонировочная. Расчет какой? При ударе в автомобиль, например, ДТП. Это стекло должно рассыпаться соответствующим образом. А пленка будет мешать. То есть пленка все эти стекла удерживает в одном месте. И вот так вот эта пленка вместе с этим стеклом имеет же какой-то вес, так отлетает в голову кому-нибудь куда-нибудь и причиняет травму. То есть по большому счету это тоже внесение изменений в конструкцию автомобиля, которая влияет на безопасность. И все, можно по этому основанию тоже к ним заходить. Есть ГОСТ. Ну и самое главное основание это вот именно обман. И коврик в салон получается 0,2, ну 500 рублей. Ну вот так они оценивают. Ну это-то ладно, оценили, оценили. А вот по норме часа, здесь по крайней мере они не наврали, что укладка ковриков, например, там тоже 40 часов. Да, это было вообще кинуто. Тренировка 40 часов, обработка днища 55 часов и антишум еще 28 часов. Это чушь полнейшая, конечно. Да, можете, но можете еще раз направить звоночек. Вот если после второго не получится, тогда запишите. Спасибо. Не звоним сюда, а тронемся там, если в дороге там позвонят, потому что пока мы уже включим, запишем. Игорь, спасибо большое за ждание. К сожалению, возвращается снова. Ну пускай тогда позвонит, когда освободится. Хорошо, спасибо. По тонировке задних стекол хотел уточнить у вас. Сколько стоит? Можно ли Киа Рио? Да, 8 тысяч будет стоить. 8 тысяч? Это что в эту стоимость ходит? Пленка и работа. Задняя полусфера, задние два стекла и задние двери, и задние стекла. 8 тысяч, да? Да. Так, а скажите, а по времени это сколько? По времени где-то часа три занимает. Часа три, не больше, да? То есть в день заберу я ее, да? Да, конечно. А еще скажите, пожалуйста, я вот знаю, что там вы что-то шумку какую-то делаете, шумоизоляцию, чтобы в салоне не шумно было. Есть такая опция у вас? Да, смотрите, на полной шумоизоляции салона, то есть с разборкой салона, это два дня она делается, разбирается весь салон, шумится пол, багажник, задние арки и двери. По самости получается 62 тысячи. А если днище просто это, или это бессмысленно? Ну, днище, вы имеете, это может сделать антикор, антишум, то есть днище арки обрабатывается, это не разбирается, он тут снизу, соответственно. Вот там резиновый битомый состав с резиновой стружкой, он дополнительно шумку тоже дает, то есть шум из-под колеса, из-под дороги он частично убирает, он по самости 15 тысяч будет стоять. 15 тысяч, то есть если просто сделаем мы днище и арки, то это 15, а если полностью с разборкой, 64, да? Да, нет, 62. А где вы находитесь, адрес ваш точный, скажите, пожалуйста? Выборгское шоссе 31А. Там написано, да, дилер, все, официальный дилер. Да, КИК, ШВАЛО, МОТРОВ, да, там. Мы хотели с кем-то попричитывать по одному из клиентов, который приобрел у вас автомобиль. Руководитель, наверное, какой-то у вас есть клиентский менеджер, я не знаю. Старший менеджер. Ну, кто-нибудь, кто уполномочен решать подобные вопросы. Здравствуйте. По какой-то вопрос, еще могу вам помочь. Меня зовут Ирина, вы хотите сказать, я с вами вам? Очень приятно, Ирина, меня зовут Владислав, мои полномочия, если необходимо, можете ознакомиться. По вопросу, я представлю вам, не переживайте. По клиенту Новико Софьи Гургенова, с беспокойной, приобрела у вас автомобиль, хотели бы подать вам претензию и, так, это ваш экземпляр, тут мои полномочия, копия есть, можете сразу ознакомиться, и, соответственно, экземпляр с отметкой для нас. Вот, хотелось бы получить от вас информацию относительно прайс-листов на оказание дополнительных услуг, которые при заключении договора были навязаны моей доверительнице, а также хотелось бы с кем-то побеседовать относительно, соответственно, вопроса, каким образом в договор о купле-продаже автомобиля включаются условия об оказании дополнительного оборудования и его установки, когда еще дополнительное оборудование, даже заказный ряд не составлено. Вот, хотелось бы с кем-то побеседовать по данному вопросу. Мы сейчас примем ваше заявление, зарегистрируем, вам копию предоставим, ознакомимся с материалами, доставим вам официальный ответ. Если требуется дополнительная встреча, то вы заставляете. Вы рассмотрели наш ролик, это не работает, нам нужно переборить с руководителем. Хотелось бы, вот, сразу... Мы хотели бы ознакомиться с материалом, который... Я понял, напомню, как вас зовут? Ирина. Ирина, очень приятно. Ирина, это у вас будет право законное, мы его даже не, соответственно, не отнимаем. Нам сразу необходимо, как потребителям, а представителям потребителя, получить незамедлительно информацию, я еще раз подчеркиваю, не ответ на претензию, а информацию, которую мы просим вас получить в силу претензии. Если, мягко говоря, как нам один из ваших сотрудников сказал, что вы клиент-ориентированная компания, ну и вообще по закону у вас должна быть информация об оказываемых услугах, выполняемых работах, реализуемых товарах, находиться в открытом доступе, чтобы любой даже потенциальный потребитель мог с ней ознакомиться. Вот, хотелось бы это. Я сейчас сначала регистрирую, да, Ленина, мы вам возвращаемся, хорошо? Да, 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 договорились, договорились. Спасибо. Хопия вашего заявления, хопия доверенности. Это не надо, я вам и так верю, не надо, и так вам верю. Нет, это не. Тем более, как... Теперь нам нужны прайс-листы. Или где можно с ними ознакомиться? Нам нужен прайс-лист на тонирование автомобиля. Сколько часов необходимо для того, чтобы затонировать, например, Kia Rio? 40 часов, как вы ставите в накладной, в счете клиенту. Либо все-таки 3 часа. Прежде чем ответить, хорошо подумайте, потому что это как раз та грань со 159-й статьей. Клиенту было озвучено, что вы тонировали автомобиль Kia Rio 40 часов. Шумоизолировали вы его 55 часов. Понимаете? И еще 28 часов подкрылки шумоизолировали. Хорошо. Ну и 3 тысячи стяжек не будем заводить. 3 тысячи стяжек. Поэтому мы хотим вот на эти услуги получить сейчас консультацию, информацию, сколько необходимо времени для производства вот этих работ. Вы сейчас заявляете о том, что наши услуги там занимают... Нет, нет, мы не занимаемся. Вот, я опять, Ирина, вы... Спросите, спрошу. Ответитесь от претензий. Я вам сказал, у вас будет 10 дней. 10 дней у вас будет ответить, пожалуйста, чудо. Мы готовимся, ответим. Вот сейчас я, как представитель потребителя, как потенциальный потребитель, хочу знать, сколько стоит отдельная, каждая дополнительная опция. И вы должны меня с этим ознакомить. Не прям как этого случится. А какой автомобиль? Давайте возьмем консультанта. Вы за вас консультировали. Нет, нет, вы не консультировали. Вы должны представить мне. Вот, к примеру, у вас есть, да, прайс-лист, что обклейка, к примеру, там, тонировкой автомобиля Kia Rio будет стоить там 3 тысячи рублей, к примеру, да, я условно говорю. Автомобиля Kia Ceed, или там, к примеру, в зависимости от площадей, объемов. Зачем нам Ceed? Ну, наше Rio. Ну, да, я, к примеру, говорю, как у вас там в прайс-листе будет зависимости там, вот, объема, поверхность, с которой нужно работать, как у вас там, относительно комплектации автомобиля, либо еще что-то. Вот нам хочется выявить эту информацию. И вы обязаны по закону нам ее представить. И она у вас должна храниться в открытом доступе. То есть сейчас любой человек абсолютно, теперь пошел с улицы, зашел, говорит, хочу получить у вас обклейку автомобиля Kia Rio, вы ему говорите, да, вот прайс-лист. Все, вот мы хотим сейчас его увидеть. Вы хотите у нас конкретно запросить услугу? У нее стоить? Вы о миллиарда автомобиля выполняете? В рамках аппетита. Вы про какое сейчас автомобиль говорите? Давайте тогда когда? Сейчас как потребитель, то есть прочая… А я всегда потребитель. Или у вас это что? Какие – это мы получили у Вас пересед. А вы кто? ПРазить игроком? О представители. А представители чего? Представители Жуал Моторс. А? Представитель компании… Ну, руководитель или за директ? Нет. И не руководитель – юрист. А, прекрасно. Вот ты играешь на статью, я а у меня аткетанско проводит игровоугольная. Знаешь ли у меня вот? тогда вы должны знать, что любой человек является потребителем, который намеревается, либо получающий услуги это потребитель, я в том числе я имею право задать вопрос вы осуществляете тонирование автомобиля по сути, что должны вы сейчас сделать и вы, Василий, и вы, Ирина спокойно представить нам всю документацию которая у вас есть относительно по нашему запросу, чтобы мы могли с ней ознакомиться задать какие-то интересующие вопросы выдать на них ответ, никакого контента не будет вы сейчас говорите просто ахинею Василий говорит о том, что Игорь у нас не является потребителем что я являюсь потребителем, я говорю, что я как представитель потребителя в любой момент могу получить информацию, хоть через неделю через месяц, через 20 к вам приеду вот я сейчас со своей стороны, я затребую информацию Игорь как потенциальный покупатель затребует у вас информацию, вы начинаете какими-то отколодными путями отходить пригласите специалисты, которые у нас сориентируют по стоимости каждой услуги относительно автомобиля Kia Rio, все, это как раз будет ответом на обращение Игоря если вы знакомы с претензией, руководитель клиентской службы, вы должны знать, что есть тонировка Так же мне дадите ответ Я лично нет, не делаю А кто знает, кто дашь утвердительный ответ либо да, либо нет, делаете тонирование, либо не делаете Мы делаем тонирование Делаете, сколько стоит? По конкретному прайсу относительно Прайсу, относительно прайсу Дайте нам его, покажите В зависимости от конкретного автомобиля Подоставьте, пожалуйста, нам БИН-номер Давайте мы оформим с вами обращение Сядь, покажем заказ, наряд Прайс-лист для каждого автомобиля свой прайс Я правильно сейчас понял? Потому что там БИН вписывается Нет, стоимость нормы часа В том числе рассчитывается в зависимости от конкретного модели автомобиля Киа-Риа Киа-Риа Представьте, я не покупаю Мне неизвестно автомобиль Киа-Риа Ирина, я вот предположим, он у меня уже есть Какие глупые шутки, Ирина Не красят вас совсем Вы прекрасно понимаете, что вы сейчас сами себя взорваете А Василий, если у него есть юридическое образование, это понимает вдвойне На вас распространяются правила розничной торговли Сейчас Ирина говорит о том, что для того, чтобы нам сформировать и сказать вам цену Конкретно по вашему автомобилю Нам надо посмотреть, какой у вас автомобиль Вы должны предоставить документы Мы по ВИНомеру посмотрим Зачем ВИНомер там? Это вашего дилера номер телефона? Вашего центра? Я не знаю, номер телефона Не в курсе, но он у вас на сайте Так вот я вам обращу задачу Когда я позвонил сюда и спросил стоимость тонирования автомобиля Сотрудник доп. услуг вот этих, как они называются Мне сообщил и стоимость, и время, сколько необходимо для этого Что вы мне тут плаунаду устраиваете? Что нужно ВИНомер Для чего ВИНомер-то нужен? Чтобы сказать мне цену? Василий Вы, если юрист, вы прекрасно понимаете Автомобиль KIA Rio идет всегда одной линейки Даже у вас на ваших буклетах и брошюрах Автомобили представлены в зависимости от марки Соответственно, не важно для KIA Rio какой там ВИНомер Потому что автомобили стандартные То, что вы сейчас пытаетесь сказать, я все прекрасно понимаю Вы пытаетесь выгородить себя, выгородить организацию Вместо того, чтобы спокойно принести информацию Мы с ней ознакомились, задали какие-то интересующие вопросы У вас это должно быть четко, не без всяких заказ наряда КIA Rio бывает разных Василий, почему ваш специалист не уточнил это по телефону? Вот скажите мне, почему Я не знаю, почему Я вам скажу, почему В общем, ладно Прослись дадите? По всем годам выпуска дадите? По всем годам выпуска Если вы серьезная дилерская организация Мне как это видится, я еще раз говорю КIA Rio бывает разных поколений И в рамках разных поколений четко установлены одинаковые заводские Мягко говоря, настройки, размеры и тому подобное Вот у вас должно быть обклейка KIA Rio второго поколения Или как там у них это происходит? 4 тысячи рублей Обклейка KIA Rio последнего поколения 5 тысяч рублей Вот мы это просим А не то, что вы сейчас там персонально рассчитаете Мы зачем-то дадим вам ВИН номер автомобиля Непонятно зачем Если мы вам так можем сказать, какой нас интересует Знаете специфику заключения договоров здесь И знаете, как все здесь происходит И вы, наверное, не глупый человек По крайней мере, мне так кажется Так же, как и Ирина И вы прекрасно понимаете, о чем мы сейчас ведем речь Не надо делать, мягко говоря, глупых лиц Что, да вы что, да как так Возможно и прочее Мы еще не начали копаться Вопросов трех тысяч стяжек Необходимых для автомобиля KIA Rio И 55 литров Необходимых покрытий шумоизационных на дно Мы еще спросим, обосновано ли это Это другой вопрос Ирина, я же вам только сказал Что мне необходимо получить незамедлительную информацию Как потребителя, как представитель потребителя Относительно ценообразования Вашей организации Чтобы исключить возможность Непосредственно, да Той ситуации, при которой Вы дискриминировали моего доверителя По отношению к другому Сейчас, чтобы вы дальше понимали Что будет запрошено у вас Будет запрошена Необходимость расчета Сколько конкретно необходимо Материалов и их стоимости Для соответственно Ну вот видите, мы на том не остановимся Давайте предлагаем вам Можете дополнить текущие претензии Зачем? Я не буду Я эту информацию Должен не замедлительно Зачем? Мы же незамедлительно можем получить Зачем мне дополнительно что-то писать Клиент у нас не спрашивает Расчеты обычно потребителя В том числе Когда вы проводите По тонировке мероприятия Вы, как профессионал Поскольку я отмечу Потребитель не обладает знаниями Вы же знаете Сколько необходимо Материалов для проведения Допустим Обклейки тонировки автомобиля Киарио Знаете? Вот мне сейчас хочется Получить Прайс-лист Желательно, чтобы он На все эти услуги Был где-то расположен В открытом доступе Вы просили прайс-лист У нас прайс-листа Конкретный вид автомобиля нет Хорошо Общий есть Общий Нет, общий на услуги Общий на услуги Нет такого прайс-листа Мы поработаем над этим Чтобы его создать А, то есть получается Ирина, я правильно понимаю Здесь нарушают законодательство Я не вижу нарушение Что такое норма? Статья 10 дефис 12 Закон о защите прав потребителя Потребитель В целях Свободного выбора товаров Имеет право Незамедлительно Получить информацию Об исполнителе Продавце Оказываемых услугах Их стоимости А также иных характеристик Которые Обязанно указывать в законе На вас, если я скажу Распостояется Постановление правительства О выполнении работ Да, ссылка на него Так же есть Так вот, если вы Внимательно посмотрите Закон помимо Защиты прав потребителя А именно постановление правительства Обязывает вас Имеет в свободном доступе Следующая Смотрите какой момент Я просто попытаюсь вам объяснить Чтобы вы поняли Там заявлено По счету Которое выставила Ваша организация Этому клиенту Сто тысяч рублей За тонирование автомобиля Задних стекла Вы слушаете Да? Сто тысяч рублей За тонирование задних стекла Из них Две тысячи пятьсот рублей Стоит Один человек От нормы час И требуется Для этой работы Сорок часов Улавливаете О чем я говорю? Вы сейчас Понимаете Вы сейчас переходите К разбирательству Той претензии Или заявление Которое вы оставили Да Как вы уже сказали Что вы обладаете Юридическим образованием И вы знаете Что на законном Защите прав потребителей Предусмотрен Определенный срок В течение которого Мы имеем право Предоставить вам ответ Мы сейчас Зарегистрировали Ваше заявление Мы не об этом говорим Я сейчас Я не готов В принципе Сейчас с вами Обсуждать Содержание Вашей претензии Пока я ее не изучу Если вы сейчас Дослушаете меня Вы поймете К чему я говорю Значит Заявлено На тонирование автомобиля Вот этого Сорок часов Норма часов Один час Давайте разберемся Прям сейчас Давайте у нас есть 10 минут Нет Потому что Дайте я договорю И вы поймете Я просто Я недолго Значит Ошибка Потом 58 часов Вы делали шумоизоляцию Днища Бетонировали Или как там Год Ну допустим Тоже ошибка получается Да? И там Два часа Мы не знаем Я сейчас договорю Вы поймете к чему я клоню Значит Для тонирования автомобиля Любой эксперт Любая экспертиза Покажет что там Пускай два Три часа Не важно Ну явно не сорок Значит это что? Значит клиент был обманут На большие деньги Я сейчас Почему? Если вы сейчас не будете с нами вести диалог Мы вызываем АБЭП Пишем заявление о мошенничестве И пускай они разбираются с вами Кто допустил ошибку А кто нет Клиенту деньги возвращать Вы его наплабучили на 300 тысяч По простым языком Поэтому либо сейчас с нами Руководство разговаривает Я даю вам подумать 5 минут Через 5 минут мы вызываем полицию Все просто А теперь думайте Прям какие-то угрозы получают? Это не угрозы Почему? Полицию вызывают Это угрозы разве по вашему? Нет, вы нам какие-то прям условия ставите Да я хочу разговаривать Спасибо вам Ваше предложение Пойдем по дому Давай 21 год Чего то Спасибо Так Заявка на установку дополнительного оборудования Тонирование Тонирование без передних стекол Уже 19 тысяч Скажите Скажите А что сколько стоит здесь? Потому что мы звонили Потому что у тебя одна Вы звонили Я вам сказал по прайсу Ценник этот для мамовой автомобиля Когда человек приезжает с улицы Чтобы привлечить количество Мы говорим любые цены А то есть вы обманываете клиента Который звонит с улицы Правильно я понял? Ну чтобы привлечь его Нет Чтобы привлечь его Я это вам делаю за 8 Пока я вам озвучил А не за 19 А сейчас то вы даете 19 тысяч Ну так я это на новых автомобилях Просили прайс Прайс я вам дал Если вы приедете с улицы В машину приедет Вторичный клиент То есть там уже будет со скидкой Ну то есть вот как я звонил Будет 8 Да Вообще фактически 8 стоит Нет Я могу вам озвучить 9 тысяч А 19 это сработает 19 это сработает все вместе Да А сколько по времени это необходимо делать Займёт Часа 3 занимает Часа 3 да не больше Ну не 40 как клиент К вам сказал Павел Тонирование 5 процентов Из клиента взяли 122 тысяч Я вам прайс вас спечатал Нет Ну это как бы не ваш вопрос Видимо обманули Да Что-то обманули Вы не знаете Да Я вот попросил А вы можете его заверить печатью? Конечно Павел А можно вас попросить Вот нас еще обслужить Допустим по вопросу Установки защиты карты Насколько вы будете следить? Наверное вряд А Применение антишума профи А Применение антишума профи Такое не делаете да здесь? Мы не сделаем так Наверное я вам помогу В этом вопросе Слушный клиент А я то есть не могу Значит Я с вами не намеренно разговаривал А Господи Павел Просто Павел понял Что он сейчас ошибся Крупно Когда он Когда он Сказал приедет Сейчас Абек приедет Там будет 51 Здравствуйте Будьте добры Наряд полиции Необходим Абек Потому что Считаю Что произошло Мошенничество В дилерском центре Киа По адресу Выборгское шоссе Дом 31 Значит С клиента Получили больше 300 тысяч рублей За работы Которые стоят Не больше 50 Разговаривать отказываются Проезд листы Отказываются Предоставлять Ушли в глухой оборону Я же слушаю А Ирина ушла С своим коллегой Можете попросить Их вернуться Если у вас будет Такая возможность Спасибо Здравствуйте Здравствуйте Нас снимать не надо Сразу говорим Почему? Потому что мы оперативные сотрудники Снимать то можно Выкладывать возможно Мы оперативные сотрудники Нашли здесь нормативно Закон о Борде Какая статья? Вы просто мне скажите сейчас Что нигде Запрещаете мне Вести видеофиксацию Зачем? Я позвоню Кодовство БУА И подам жалобу Зачем вы сейчас Занимаетесь провокацией? Не провокацией Мы фиксируем для суда Потому что здесь Вы представитель заявителя? Да Мы для суда фиксируем Мы фиксируем для суда Для возможного Против вот этого Билежского центра Непосредственно Непосредственно Противоприятного София Гургеновна Вот доверенность от нее Здесь есть? Нет Здесь есть В Санкт-Петербурге Да В Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге Если необходимо Явится для сдачи объяснений Кто посмотрит на него Живой человек Живой Всякое может быть Да Смотрите Даже не столько цены Для того Чтобы поклеить тонировку Необходимо 40 часов Вот в этом обман кроется И дальше Вот тоже Обработка Днище Вообще 55 часов Это полторы недели Они днище Машинно обрабатывали Понятно что это Обман Стали предоставлять Поскольку посчитали Что они не являются Клиентами компании И любителями Поскольку Они обращаются для того Чтобы приобрести Какие-то услуги Или товары Для того чтобы Снять себе Видеоматериал Неужели он действительно Так стоит У нас В принципе Тут индивидуально Может быть Подходить С клиентом Согласовывается цена Вообще В принципе Мы все Суммы Всегда Согласовываем С клиентами Поэтому Вопрос Не суммы Вопрос Количество Вопрос 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 У нас Нужен Ценое Цена Образование Кто Может Оставить И Показать документы Если Таковы должны Сделать Наличие видеоматериалы нам предоставим все без проблем мы только за кто без синий будет давать с вашей стороны ну лучше один да зачем нам все равно придется потом в одном из руководителя правда в любом случае ну кто знает ценообразование это за это ответ будет интересный адресный я сейчас лично повестку или руководителя нет вы там вы там отделу сами сможете прибыть для вас по этому факту я такой такой то юристы если чтение здесь для вас на деле можно давать еще дополнительный объяснение сейчас он сейчас первеначально отдать все хотя бы вводил полиции не ходить мне он не хочет приехали вы приехали мы могли сразу привет раз вы приехали и было на вас причем бы сразу но это понятно почему не мы готовы объяснение здесь дать изложить их в пищевой форме вот как организация называет вы назвать вы можете фамилию директора надо сообщать мы считаем не является потребителем данный гражданин потому что нет видео съемку для своего клипа или другой передачи и поэтому я не являюсь потребителем потребителем является лицо которое собирается приобрести это вам его слова рассказал вы знаете преамбулу законности прав потребителя вы меня справка это я вам надиктовал то является потребителем высоко сидели от и закон о защите про потребителей знаете конечно я же вам это еще и рассказал здесь нет уголовного дела можете не отвечать что за бред итак назовете директора фамилии или не назовете своими делами прекрасно не реагирует то 2 здравствуйте а будьте добры наряд полиции желательно участкового уполномоченного это мне необходим участковый для пресечения административного права нарушения согласно статьи 6.3 коап рф нарушение санитарных норм а также 14.8 за непредоставление информации потребителю здравствуйте 58 дел позиции беспокоен это не повторно это новая бы работает а мне необходим участковый для пресечения административного права нарушения согласно статьи 14.8 отказ от обслуживания клиента отказ от предоставления информации отказ от предоставления прайс-листов и так далее то есть нарушаются права потребителя прошу прибывший наряд стресек административное правонарушение прилег к ответственности виновных лиц должностных я пришел от имени доверителя своего по факту мошеннических действий в отношении моего доверителя и сейчас они общаться не желают прайс-листы не желают то директор не желают говорить и так далее то есть нарушение уже прав потребителя любой человек является потребителем который намеревается вы на меня голосок не повышайте пожалуйста хорошо я прекрасного слышу и вас не переспрашивая нормально со мной старший лейтенант до через полчаса будет жалоба на бездействие работников полиции да ради бога как фамилия ваш какой коллеги вы знаете вы стоите с камерой все эти персональные данные какие персональные данные фамилия адвоката персональные данные вы точно юрист и адвокат секретная информация секретная коллегия в адвокат же какой коллегии вы это я не буду частью вашего маленького нет вы будете и вы уже стали а чем больше вот так вот дел ведете себя тем смешнее выглядеть и проблемы я адвокат такой-то коллегия такая-то что вы хотели чем вообще это нормально нормальное общение без проблем хорошо все доброго все доброго сына 2 и у у у у у у а